Схватила деньги и убежала. В заводском районе задержали женщину. Она подозревается в ограблении пенсионера. По рассказу потерпевшего, на улице мошенница представилась почтальоном. Пообещала помогать 88-летнему мужчине носить еду, убирать в квартире. Она проводила его домой и помогла донести сумки. Уже в квартире женщина убедила старика, что ранее ему принесли пенсию с фальшивой купюрой. И попросила показать, где он хранит сбережения, чтобы заменить деньги на настоящие. Но вместо этого схватила 110 тысяч рублей и убежала. Мошенницу поймали. Оказалось, что проблемы с законом у женщины не в первый раз. Возбуждено уголовное дело. Откроют раньше срока. На Трофимовском мосту продолжается масштабная реконструкция. Чтобы быстрее открыть переправу, для жителей подрядчики усилили темпы строительства. Уже полностью завершен монтаж пролетов. Рабочие заканчивают перекладку коммуникаций по улице Шихурдина. Подготовлено основание под дорожное полотно. С ходом реконструкции на днях также ознакомился губернатор Валерий Радаев. Глава региона остался доволен. Саратовцам предлагают выбрать музыку для фонтана. Речь идет о мелодии на проспекте Кирова. Уже несколько месяцев он находится на реконструкции. Когда работы завершат, фонтан станет светомузыкальным. Возможные треки для достопримечательностей разместил на своей странице в инстаграм глава города Михаил Исаев. В списке 17 композиций. Это и современные песни, и классические мелодии. Жителям нужно только проголосовать за понравившийся вариант. Запустить обновленный фонтан планируют в июле. Редактор субтитров А.Семкин